Вы смотрите сетевое вещание вечерней Москвы. Меня зовут Евгений Шматкой. Я приветствую вас в нашей студии. Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем темы, которые сегодня откликаются москвичам и не только москвичам. На данный момент в Москве идет прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурс грантов «Москва – добрый город». Это значит, что сегодня мы будем говорить о добрых инициативах. И у меня в гостях первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы ли вы сегодня поделиться и раскрыть все секреты и о взаимодействии с некоммерческими организациями, и о тех инициативах, которые они, может быть, уже проводят в жизни? Конечно. Отлично. А также у меня в гостях генеральный директор Центра развития социальных инноваций, технологий и возможностей, директор Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «Аура Тех» Иван Бирюков. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Евгений. Ну, а вы, собственно, раскроете нам, надеюсь, секреты о том, как же работают некоммерческие организации сегодня и чем вообще готовы порадовать и город, и департамент, и, собственно, на какие грантовые, собственно, средства поддержки рассчитывают. Тоже на это очень надеюсь. Отлично. Давайте начнем с самого начала непосредственно. Александр, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как сегодня департамент вообще, собственно, сотрудничает с некоммерческими организациями? Потому что не всегда нам, как жителям Москвы, видно работу НКО, но мы понимаем, что мы сталкиваемся с инициативами, город преображается, какие-то проекты возникают, и нам от этого хорошо, жизнь наша улучшается. Как построена ваша работа департамента и НКО? Социально ориентированные некоммерческие организации или благотворительные организации или волонтерские организации – очень важные партнеры департамента в оказании социальных услуг. Вот если государство оказывает большие масштабные проекты, то всегда есть уникальный личный запрос человека в какой-то сложной ситуации. И вот на такой запрос лучше всего отвечают некоммерческие организации. И для того, чтобы их услуги были видны, и для того, чтобы эти услуги были качественны, для того, чтобы они были максимально направлены на каждого человека, мы, как департамент, конечно, оказываем поддержку. Но самая главная поддержка – это, прежде всего, предоставление грантов. И сегодня мы будем говорить о нашем большом конкурсе грантов – 400 миллионов рублей. Конкурс, который разыгрывается, эти деньги будут представляться некоммерческим организациям. И сейчас самое время подать заявку. Так, значит, получается, что конкурс – это такой один из механизмов как раз-таки поддержки некоммерческих организаций. Называется он «Москва – добрый город», а значит, направлен на нас, на москвичей, на жителей, собственно, столицы, и, соответственно, помогает делать жизнь лучше. Расскажите, пожалуйста, поскольку я знаю, что конкурс уже не первый год проводится. Сколько уже лет? Уже будет шестой раз, когда мы… Шестой раз. Это колоссальная цифра. Колоссальная цифра и грантовой поддержки, и колоссальная цифра по количеству лет, которые конкурс идёт. А это значит, что оправдывает себя, и значит, что уже какие-то результаты были достигнуты. Поделитесь этим. Ну, безусловно, представьте себе, некоммерческие организации, им очень сложно искать финансирование. Это либо какие-то гранты, которые организации получают от разных организаций, в нашем случае от правительства Москвы. Есть донаты от людей, есть разные механизмы, но гранты, которые предоставляет государство, и предоставляет это ежегодно, в понятный период, вот этой осенью, и мы это шестой раз делаем, значит, организация может планировать свои проекты и может рассчитывать на понятный механизм финансирования. И очень важно, что организация, получив поддержку от города, может запланировать годичную программу, потому что мы выдаём эти гранты на год вперёд, и организация сможет весь 25-й год распланировать объём помощи, кому они хотят помочь, кто из людей получит ту или иную поддержку, какой она должна быть. И на эту деятельность у компании, у небольшой организации, которая очень часто находится в конкретных районах, по всей Москве будет большая программа финансирования, и можно будет оказывать поддержку людям прямо рядом с домом. То есть получается, что основная выгода для НКО в стабильности той самой, да, когда мы говорим о том, что это не разовый проект, это действительно проект, который может существовать из года в год. Конечно. И у нас есть много организаций, которые подают на эту поддержку всё время. Это такие большие опытные организации. Но что очень важно, что это могут быть и молодые организации. Ведь некоммерческие организации – это очень динамичные организации. Много появляется новых. И нас, например, радует, что каждый год где-то одна треть организаций – это новые организации, которые будут на нашем конкурсе первый раз, и мы их также ждём. То есть они привносят новые идеи, новые проекты, как свежая кровь, так вливаются в эту кровеносную систему города. Конечно. Либо они могли быть только созданными, потому что появилась новая организация, у них появились свои идеи. Мы как раз ждём на конкурс и опытные организации, и молодые. Но нам бы хотелось, чтобы это были организации, у которых есть хотя бы один год опыта работы, потому что всё-таки услуги, которые мы собираемся поддерживать, они должны иметь некое основание и должны быть хорошего качества. То есть должен быть уже опыт работы и уже какие-то результаты. Это не совсем такая организация, созданная с нуля, которая приходит и на пальцах пытается объяснить, а что же они хотят улучшить. Всё-таки, когда мы говорим о социальной поддержке и конкретной помощи людям, мы фактически говорим о очень сложной целевой аудитории. То есть мы помогаем людям, которым тяжелее, чем кому-либо. И здесь нам важно, чтобы помощь была и с точки зрения методик правильной, и с точки зрения команды, которая будет оказывать эту помощь, она была хорошо выверена. И это всё-таки не просто некое событие. Есть много организаций, которые могут поддерживать и реализовать события. Мы же поддерживаем организации, которые предоставляют социальные услуги или проекты. Здесь очень важен опыт и важно качество. Александра, а на какую поддержку могут рассчитывать некоммерческие организации? 400 миллионов рублей – это большой грантовый фонд. И каждая организация может выбрать одно из трёх направлений. Первое направление – это поддержка проектов до 1 миллиона рублей. Второе направление – это поддержка от миллиона до 5 миллионов рублей. И третье – грантовая поддержка – это от 5 до 10 миллионов рублей. Но это гранты, которые могут поддержать крупные организации, которые реализуют системные и масштабные проекты. Понятно. Давайте тогда перейдём к сути, к основному, собственно, основные условия, основные изменения, может быть, конкурса в этом году. Если мы сейчас не говорим о новичках, для тех, кто впервые сталкивается, а вот уже для опытных организаций, чем будете удивлять, что припасли такого нового? Что важно? Мы точно знаем, какие услуги востребованы. И с года в год есть такие программы, как поддержка людей или семей, где есть дети с инвалидностью, где есть взрослые, которые нуждаются в постоянном уходе и живут дома. И это проекты могут быть связаны и с реабилитацией этих людей. И, возможно, даже проекты связаны с передышкой, потому что иногда мамам и родственникам тяжело ухаживать за людьми. И вот такие программы, например, как передышка, помогут семье обрести какой-то дополнительный ресурс, когда все их основные ресурсы тратятся на уход за такими людьми. В этом году мы также подумали о новой целевой категории. Она достаточно сложная. Это женщины, которые подверглись насилию в семье. Это очень такая тема табуированная в обществе. И даже женщинам, которые подвергаются такому насилию, очень сложно рассказать кому-то. И мы понимаем, что некоммерческие организации, они могут оказать здесь существенную поддержку. И вот в взаимодействии с нашим большим таким центром помощи женщинам такая поддержка может стать очень востребованной. То есть получается, что такие нетипичные что ли проекты, потому что действительно тема домашнего насилия, они стали говорить вот в последние годы в связи со всеми событиями, не в нашей стране, в соседних странах. Но все-таки все стали привлекать к этому внимание. И мы понимаем, что здесь действительно категория, которая требует сегодня такого особого внимания. Безусловно. И отрадно, что появляются проекты, которые, соответственно, можно поддержать. Иван, я правильно понимаю, что у вас есть опыт участия, собственно, в конкурсе и непосредственно как раз-таки победы даже, то есть поддержки от департамента? Да, безусловно. И он уже не первый год. И действительно здесь я... То есть вы можете отнести себя к НКО, которое из года в год реализует... Отлично. Расскажите об этом. И более того, то есть я скажу, что многие НКО как раз ждут ровно этого момента, объявления конкурса, потому что это действительно возможность сделать свой проект более масштабным, более системным. Это возможность дать помощь большему количеству людей. То есть для НКО это зачастую... Потому что либо запустить новую какую-то инициативу, новый проект, пробировать какие-то методики, которые только зарождаются, либо масштабировать, развивать уже существующие практики. Ну вот, кстати, мне кажется, это один из основных пунктов, когда мы понимаем, что НКО действует на определенной территории, условно в одном районе, помогает количество конкретных людей, и они хотят транслировать свой опыт на большее количество. И вот здесь грантовые средства могут стать такой хорошей площадкой для того, чтобы масштабироваться тем самым. Это безусловно, но помимо масштабирования, это действительно возможность запустить новые проекты. Для некоммерческой организации зачастую сложно найти доноров и спонсоров на запуск каких-то новых инициатив. Особенно если мы говорим про инфраструктурные проекты или такие, ну, назовем условно, непопулярные направления. Например? Ну вот сейчас Александр затронул тему помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Действительно, тема табуированная достаточно, но ведь она не такая, не самая популярная с точки зрения поддержки. То есть одно дело... Ну да, легче найти деньги на поддержку инвалидности, чем на эту категорию. Более того, проще найти деньги на адресную помощь. Каждый человек, который как гражданин, как житель города или компания, хочет поддержать адресно. То есть мне хочется, чтобы мои 100 рублей пошли конкретно куда-то на какую-то поддержку. Но это вопрос доверия. Нам всегда проще понимать, что мои деньги идут на благое дело конкретным людям. Да, и какого-то своего внутреннего успокоения. И когда ты не знаешь, как работает некоммерческий сектор, тебе сложно понять, почему, например, ты должен жертвовать на зарплату бухгалтера, на какие-то другие транспортные расходы. Фандрайзера. Да, фандрайзером, который... Того самого человека, который ищет потенциальный спонсор. И в этом плане, конечно, грантовая поддержка города является таким необходимым, важным элементом для того, чтобы запустить этот новый проект, показать по нему результаты, и уже к донорам приходить с тем, что вот этот проект, это не наша хотелка идея, как вы сказали, на пальцах объяснять. А он уже работает, вот есть результаты, и давайте его дальше развивать. Здесь получается, что грантовую поддержку НКОшники могут потратить и на зарплаты, в том числе сотрудников. Конечно. Есть целый перечень статей. По сути говоря, НКО тем самым планирует свою деятельность. Они придумывают проект, описывают его в социальных услугах, в каких-то действиях, мероприятиях. И туда, безусловно, входит заработная плата сотрудников, которые будут доказывать эти услуги, этот проект реализовывать. Просто не все гранты обычно включают такую статью расходов. Очень многие гранты как раз ограничивают, говорят, что вот зарплата этого оставьте себе, а мы вот на непосредственные какие-то нужны. Получается, что у вас такой более широкий перечень. Да, мы как раз поддерживаем инфраструктурные проекты. Но для нас важно, чтобы была целевая аудитория конечная, чтобы были конкретные люди, кому эта организация будет помогать. Но что-то очень важно, чем проекты могут отличаться. Иногда НКО спрашивают, что вот мы придумали такую услугу, и действительно хотят ее масштабировать. Они хорошо показали себя в этом районе, но они понимают, что их методика доказала свою эффективность, и можно предложить эту услугу в другом районе. И для нас важно посмотреть, как организация может оказать эту услугу в разных районах. А если мы как город убедимся, что предложенная методика поддерживает, например, некая программа реабилитации для людей с инвалидностью, некая программа сопровождения взрослых людей, которые находятся дома и нуждаются в уходе, например, с когнитивными особенностями. Мы как город будем готовы взять ее на вооружение и тогда уже масштабировать ее в рамках разных структур департамента. Потому что в социальной сфере очень часто именно некоммерческие организации являются авторами тех или иных методик. Они живут на земле, они каждый день общаются с людьми, и они могут пробовать. И это же очень сложно всегда понять, какой эффект даст та или иная методика. И социальный эффект сложно прогнозируемый, но именно он виден опытным путем. И мы как организаторы конкурса очень внимательно относимся к новым практикам, всегда их анализируем. И у нас есть много случаев, когда мы, увидев, что та или иная методика работает, внедрили ее в большой сети социальных организаций города. То есть получается, что еще и есть у НКО такой потенциал к росту, да? То есть они могут придумать проект, который может разрастись до мегапроекта, который будет реализован на территории всей Москвы. Конечно. И тогда они переходят в некую другую категорию. Есть более масштабные программы поддержки, которые позволяют уже получить от города системную большую поддержку, а не только становиться на грантах. А вот расскажите, как проекты, которые предлагают НКО, относятся с запросами города? Что сегодня вообще популярно? Что сегодня востребовано? Ну, традиционно у нас есть те аудитории, которые всегда нужно поддерживать. Прежде всего, это аудитория людей с инвалидностью. Это семьи, где есть маленькие или большие, взрослые люди с инвалидностью. Это, конечно, самое большое направление поддержки, которое мы ожидаем. Вторая большая категория, и проекты тоже очень востребованы. Это семьи, которые в данный момент находятся в трудной жизненной ситуации. Они могут быть по-разному. Это дети, которые оказались без родителей, и это могло произойтись вдруг. Это, например, родители, которые решили взять приёмного ребёнка, и нужно понять, способны ли мы, есть ли у меня этот потенциал, и школы приёмных родителей могут здесь очень помочь. Понимание своего ресурса, понимание этого важного решения. И такие проекты вместе с государством очень хорошо реализуют некоммерческие организации. У них огромный опыт. Они понимают все детали и очень часто откровенно и очень внимательно рассказывают, какие решения должен принять внутри себя человек. Также традиционно мы поддерживаем проекты, связанные с долговременным уходом людей, которые находятся дома. Это тяжёлые проекты, но мы как город делаем всё, чтобы семьи могли ухаживать за своими родственниками дома. И в этом отношении их важно поддержать. Это могут быть школы родственного ухода, это могут быть какие-то дополнительные программы, те же программы передышки, как для того, чтобы наполнить себя ресурсом. И, конечно, у нас есть новая целевая аудитория, она очень важна. Мы не раз уже поддерживаем, не первый год. Это участники специальной военной операции и их семьи. Очень важно, что поддерживая эту категорию не первый год, некоммерческие организации научились предлагать те продукты, которые очень нужны таким организациям. Если это семья, то, конечно, там есть дети. Иногда они нуждаются в большей заботе. Конечно, не нуждаются в психологической поддержке. Она должна быть очень профессиональная. Но есть несколько особых услуг. Например, если кто-то из бойцов находится на реабилитации в центре или проходит медицинское лечение в госпитале, есть такие услуги, которые НКО будет оказывать лучше. Например, сделать стрижку, побрить. И очень часто это делают НКО и делают это хорошо. Даже так? Интересный опыт. Вообще, очень хорошо, что идёт взаимодействие со всей семьёй, потому что очень многие же не вникают в проблемы, думают, ну вот там есть человек с инвалидностью, вот нужно ему адресно помочь, и всё будет хорошо. Но когда у этого человека с ограниченными возможностями вокруг него есть свой социальный круг, и та семья, которая тоже постоянно находится вот в этом контексте, они действительно устают, у них действительно есть определённого рода проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются каждый день. И вот очень здорово, что такое решение комплексное, что ли. Иван, а с вашей точки зрения, какие сегодня направления востребованы в городе? Вот как человека, который представляет НКО? Ну, я здесь, наверное, соглашусь со всем, что озвучил Александра, но мне кажется, что есть ещё большой запрос, конечно, на системную поддержку волонтёрских организаций, как отдельный большой просто сегмент. Мы видим даже по своей практике, что растёт количество горожан, которые хотят вовлекаться в эту историю, которые хотят помогать не только НКО, но и конкретно друг другу, жителям, оказавшимся по тем или иным причинам в трудной жизненной ситуации. В общем, мы часто так употребляем этот термин, но на самом деле там мировая практика показывает, что, к сожалению, никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в той или иной жизненной ситуации. Даже Александр сказал про помощь в реабилитации, например, организации доступной среды и так далее. А вот когда человек получает травму ноги, он резко начинает... Её можно вылечить, перелом. Но на какой-то этап, да. Но на какой-то этап он начинает очень чётко чувствовать те проблемы, с которыми сталкиваются граждане, передвигающиеся на креслах колясок. То есть и так далее, и так далее. И люди начинают об этом задумываться, начинают вовлекаться. Это, конечно, важное направление. Действительно, и вот помощь ветеранам, МСО, она становится ещё более значимой. Я здесь дополню, что это не только комплекс на помощь ещё семье. Это дальше человек же выходит в общество, он приходит на работу. Это помощь работодателю о том, как правильно адаптировать рабочее место, как правильно взаимодействовать, если человек получил увечья необратимые, получил инвалидность и так далее, и так далее, и так далее. То есть этика общения, правила оказания институционной помощи. Вообще вопрос инклюзии, интеграции человека с инвалидностью в общество, которое направлено даже не на самого человека, а на общество его окружающее. Это тоже крайне важное направление, которое становится сейчас ещё более острым и актуальным. Мне, кстати, кажется, что вот у нас сколько уже НКО пытаются менять вот эту парадигму восприятия человека с ограничениями, какой-то вот этой самой инклюзии, всё равно пока есть большие трудности с принятием как раз-таки таких людей. То есть мы сейчас идём, слава богу, к тому, что уже становится гораздо более гибкой системой и так далее, но всё равно ещё есть люди, которые как-то вот относятся с такой с настороженностью, что ли. И вот здесь на помощь приходит НКО, который переворачивает вот эту картину мира и говорит, нет, мы все равны, мы все одинаковы, но надо просто немножечко по-другому посмотреть, где-то подстроиться. Это здорово. Наша практика показывает, что на самом деле самое главное дать человеку об этом задуматься. то есть люди зачастую имеют некие стереотипные формы мышления, потому что они просто не задумываются, что по-другому можно. Им так объяснили в детстве, им так объяснили в школе, неважно. То есть кто-то сформировал, этот стереотип был сформирован годами. Мы действительно идём в направлении снятия этих барьеров. Это длинный путь, и не надо бояться того, что он длинный. Его надо просто пройти. Но сейчас мы вот видим, что просто если человеку дать задуматься, мы, например, делаем выставки тактильных экспонатов, когда в музее тактильные копии экспонатов музейных представлены. И мы видим, что самый большой интерес он вызывает у людей без инвалидности, особенно у детей. Они подходят и спрашивают, а зачем эти точечки? Им начинают родители объяснять, что есть другие детишки, у которых проблемы со зрением. Они начинают думать, о. И начинают про это задумываться, и вот этот барьер начинает потихоньку сняться. Нам просто нужно донести, помочь донести до людей информацию, что это может быть, что все эти барьеры можно снять. Мы можем долго говорить про направления, да, востребованные сегодня, но давайте всё-таки ещё раз проговорим об условиях. Кто те самые люди, которые могут подать заявку на участие в конкурсе? Это любая некоммерческая организация, которая зарегистрирована в Москве, и она работает в Москве от года. Никаких других ограничений нет. Звучит красиво, всё здорово, но мы прекрасно понимаем, люди, которые так или иначе сталкивались с грантами, знают, что это непростой опыт, потому что огромное количество документов, нужно представить информацию чётко, правильно, грамотно, нигде не ошибиться. Вы уже упомянули, что нужно правильно выбрать номинацию, то есть там направления нужны. Как вот здесь обстоят дела? Помогает ли сегодня город и департамент, соответственно, с заполнениями этих самых заявок и с пониманием вообще, куда бежать, какие бумаги собирать и куда нести? Евгений, я вот как раз хочу разрушить этот стереотип. Писать заявки не просто, но технологически стало писать заявки гораздо проще. И в этом году мы сделали ещё один шаг навстречу, чтобы организациям было писать совсем просто. У нас онлайн-система подачи заявок. Вы можете писать эти заявки в любом месте, где вы находитесь. И мы сделали много подсказок, мы сделали очень хорошую школу обучения грантам, которая помогает писать эти заявки. И я тоже на эту школу посетила уже достаточно большое количество организаций. Но очень важно, что если организация именно сейчас пишет заявку, можно запросить консультацию у наших сотрудников, и мы с удовольствием поможем, расскажем, ответим на все вопросы. Более того, у нас теперь появился такой очень простой телеграм-канал, где мы даём все лайфхаки, как писать заявку. Рассказываем о всех новостях. У меня есть только один главный совет. Нужно отложить всё и сесть писать заявку. Потому что если вы её напишите уже сейчас и подадите, то можно будет её проверить у наших опытных консультантов. И если там есть какие-то небольшие отчёты, какие-то расхождения, какие-то небольшие ошибки, они с удовольствием скажут, и у вас будет ещё время на то, чтобы сделать так, чтобы именно ваша заявка победила. То есть кто первый встал, того и тапки. Чем раньше подадите, тем больше будет возможности что-то подправить, подкорректировать. А в этом году у нас будет очень серьёзный пол экспертов. И мы сделали это специально. Мы подобрали таких экспертов, которые очень хорошо знают разные практики, имеют тускую специализацию, понимая как целевую аудиторию, так и методики. Это значит, что они будут смотреть и очень объективно оценивать эту заявку. Надо писать заявки. Мы видим, что много личных кабинетов открылось, но важно сейчас написать заявку и нажать эту таинственную волшебную кнопку, отправить заявку для того, чтобы увеличить свои шансы на успех. Но опять же, вы же понимаете, друзья, что кто первый отправляет заявки, значит, мотивация выше. Мне кажется, всё равно это такое, первое, о чём мы подумаем. Если человек уже хочет, у него уже есть проект, у него уже горит глаз, значит, нужно не терять время. Но есть ведь и те, кто не знал про школу грантовой поддержки, как-то пропустил эту информацию. Ну или просто в силу того, что большая занятость, человек в полях, вы говорите, потому что мы понимаем, что сотрудники НКО, это те люди, которые перманентно, каждый день кому-то в чём-то помогают, и, как правило, у них, возможно, просто нет времени лишнего уделить какой-то информации. Что делать таким, кто пропустил школу, но думает подавать заявку? Всё так и есть. Некоммерческие организации, это маленькие организации. Там работают, наверное, 5 человек. Это такой средний размер некоммерческой организации. И действительно, каждый человек на счету. Но вот надо отложить всё и сейчас сосредоточиться на том, чтобы писать заявку. Что можно сделать? Ну, во-первых, мы сделали очень удобный личный кабинет. И туда могут зайти разные люди и писать свои блоки. Например, финансист будет писать финансовое обоснование. Руководитель проекта может писать, а что за проекты, какая методика, какая социальная необходимость в этом проекте. И я повторяю, всегда можно обратиться за помощью к нашим консультантам. Работает горячая линия, работают наши консультанты. И эта горячая линия, она фактически круглосуточная. Если что-то не получается, пожалуйста, не ждите, просто набирайте наши телефоны, звоните, пишите нам. И наша горячая линия, безусловно, ответит на все вопросы и поможет НКО сделать так, чтобы качество заявки было высокое. Ну, а если вы прямо сейчас смотрите наш эфир, то сайт добраямосква.ру для вас. Заходите, заводите личный кабинет и, собственно, подавайте заявку. Отсюда следующий вопрос, логичный вопрос. А какие сроки? До какого числа нужно успеть подать заявку? Горячее время до 30 сентября мы принимаем заявки. 30 сентября период приема заявок будет завершен, и дальше мы уже приступим к оценке этих заявок. А 30 сентября в какое-то определенное время? Или вот в 0-0, как только наступило 30-е? Я думаю, что мы будем смотреть, много ли людей нажимает на клавиши в этот момент. И, наверное, так традиционно бывает, наверное, это будет все-таки до поздней ночи. Вот так получается. То есть вы прямо в моменте мониторите, и, как правило, ну, есть наверняка же люди, которые в последний момент стараются спрыгнуть в вагон. Наверное, даже большая часть. Всегда есть. Но, повторяю, есть связь. Если организация пишет заявку последовательно, за несколько недель качество заявки будет выше. Дорогие НКО, мы действительно вас ждем. Мы уверены в вашем успехе. И, конечно, заходите на наш сайт, подавайте заявки. Главное, нажимайте на кнопку «Отправить заявку». Попробуем сейчас добавить уверенности. Иван, расскажите о своем опыте. Действительно ли написание заявки это такой сложный, такой долгий процесс, ответственный процесс? Он очень ответственный процесс. Я здесь хочу всем тоже, кто не участвовал или участвовал, но не побеждал несколько таких советов изнутри дать. первое, действительно важно сесть и написать хотя бы основную рыбую заявку сразу, не отвлекаясь, не откладывая это на последний момент. Это цель, задачи, наверное, какое-то описание проекта. Основная информация. Это бюджет, команда и так далее. С бюджетом, наверное, сложнее, там все-таки надо считать. А вот что касается команды, этапов и так далее, это уже, наверное, проще. Но вот как раз вещи, которые в том числе требуют дополнительной проработки, такие как бюджеты, лучше как раз точно не откладывать на последний момент, потому что риск ошибки достаточно высокий. И поэтому очень здорово, что появилась такая опция, что твой проект могут проверить и дать какие-то рекомендации, что поправить. То есть всем советую точно воспользоваться этой опцией. Она только в этом году появилась? Нет, она уже какое-то время была. Ну и в прошлом году, по-моему, тоже. Она была, она была, безусловно, но в этом году мы можем уделить больше внимания. Потому что мы хотим, чтобы качество заявок выросло. И второе, наверное, как раз тем организациям, которые думают, вот я сейчас должен быть там, 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 вот то, о чем мы говорили, что сложно выделить время на иногда эмоционально не настолько привлекательную задачу, как вот здесь меня ждет человек, которому нужна помощь, а здесь мне нужно что-то писать. Я, по крайней мере, своим коллегам такой вот тезис сказал, что если ты не сможешь сделать проект, вот его описать, не сможешь получить поддержку, просто знай, что в 25-м году какое-то количество людей окажется без твоей поддержки. И вот выбери, сейчас... Один сейчас или многие потом. это важный тезис, который мне хочется, чтобы у коллег он в голове так сформировался, потому что мы пишем заявку не для себя, мы пишем заявку не для департамента, мы пишем заявку для того, чтобы получить возможность поддержать большее количество людей. И это то, как мы сможем донести информацию о проекте, является в том числе такой личной, на мой взгляд, ответственностью руководителя организации некоммерческой. И второй, такой, ну, как бы не менее важный, как мне кажется, момент того, что когда НКО пишет заявку, мы все прекрасно знаем, что у нас внутри, мы знаем, что там практики работают и так далее, и так далее. Но я, как еще человек, помимо руководителя НКО, являюсь там членом экспертного совета, наверное, почти всех там грантовых конкурсов, которые существуют. Иногда догадаться то, что находится в голове человека, который писал заявку, достаточно сложно. Поэтому вот те самые лайфхаки, о которых Александр говорил, скрипт по тому, как пишется заявка, эксперт не может залезть к вам в голову, может прочитать только то, что написано в заявке. И если вы пишете просто, понятно и конкретно, без отсылок ко всем возможным социальным значимым поручениям, цитатам великих людей и так далее, тем проще эксперту это оценить. То есть, очень важно писать заявку так, это я уже как эксперт говорю, который отсматривает, чтобы это было понятно. Потому что иногда знаешь, знаешь прекрасную организацию, знаешь, что они делают хорошо, но заявку ты высоко оценить не можешь. То есть, ты понимаешь, что действительно проект замечательный. Есть объективные причины, которые мешают, да? Ну, ты не можешь как эксперт, ты отвечаешь по критериям, ты представляешь баллы, у которых есть конкретные критерии, при таком-то случае такая-то оценка, при таком-то такая-то, и поэтому невозможно. Я соглашусь с вами, как человек, который много ездит по стране и общается с НКО и делает репортажи. Друзья, вот подумайте хорошо о том, что действительно ваши классные проекты нужно просто хорошо описать. И не очень многие умеют этого делать, опять же, в силу отсутствия какого-то бэкграунда, такого вот образовательного, и тут на помощь как раз приходит школа. То есть, уделите чуть-чуть больше времени, тогда у вас будет больше шансов, да, все-таки помочь огромному количеству людей. И у нас на сайте есть целая методичка, как писать проекты. Даже так. Более того, мы собрали все типичные ошибки, мы собрали все самые досадные ошибки и все самые дельные советы, которые помогают писать такой проект. Вот мне кажется, что нужно все это внимательно прочитать, и никакой сложности с мыслью, которую вы внутри себя уже осознали, и проект, который вы хотите реализовать, не будет. Главное, действительно, его методично положить на бумагу. Да, это займет какое-то время, но действительно, эта помощь, которая будет реализована, и многие люди получат эту поддержку, ведь это то, что движет НКО. А какие, смотрите, сейчас все-таки проекты побеждали? Ну, то есть давайте дадим такой небольшой срез, опять же, для зрителей, чтобы понимали, ну, какую сторону думать, если мы говорим о новых направлениях. Понятно, что есть НКО, которые там занимаются определенным каким-то направлением уже огромное количество времени, но вдруг они понимают, что один из победителей, это примерно их область деятельности, и они тоже могут, да, подумать в том направлении. Ну, объективно, и это надо понимать, всегда самая большая конкуренция среди проектов, которые поддерживают людей с инвалидностью. Проектов там больше всего, особенность нашего конкурса именно в этом, поэтому и конкуренция там будет большая, и, значит, качество проектов должно быть высоким. Вторая категория, это тоже понятно, это семьи, в которых есть тяжелая жизненная ситуация, могут быть разные, это может быть семья с подростком, у которого сейчас такой сложный период, это может быть маленькая мама, которая стала мамой в первый раз, может быть какая-то сложная семья и сложная история многодетной семьи, это всегда проекты, которые набирали большую группу поддержки, и был достаточно большой конкурс. Третье место занимали проекты, связанные с поддержкой людей, исключенных из социума. это не самая большая сфера, если сравнивать разные социальные проблемы, которые есть в городе, очевидно, это не самая большая проблема. Особенно в Москве, мне кажется, да, это все таки... Да, но очень много организаций, которые хотят работать с этой аудиторией, умеют работать, и вот здесь конкуренция тоже всегда была очень высокая. Мы очень ждем проекты, которые направлены на волонтерскую помощь, ведь даже у города есть большая сеть социальных организаций. Это наши социальные дома, это дома, где живут пожилые люди, им очень нужны друзья. А социальное волонтерство, наверное, сильно отличается от любого другого волонтерства, например, спортивного, например, событийного. Это то волонтерство, которое, на мой взгляд, требует большей отдачи, и там нельзя один раз прийти, нельзя один раз прийти в социальный дом и подружиться с человеком, а потом больше не приходить. То есть это очень ответственная такая программа и выбор для человека, и поэтому мы очень ценим такие проекты, и социальное волонтерство это большая системная работа. Для того, чтобы ее оказывать, нужно быть очень опытными организациями и действительно реализовывать вот тот добрый потенциал москвичей, который, конечно, есть в наших горожанах. Вот эти проекты мы тоже, безусловно, очень ждем. Отлично. Ну, кстати, вот если вы сейчас прямо в моменте думаете, чем помочь, найдите огромное количество фондов, вы как минимум можете принести еду пожилым людям, у которых нет возможности куда-то отправиться. Это такие инициативы, которые, казалось бы, о них не очень много говорят, но они на поверхности. Евгений, можно я прям... Вот еду не надо. С едой у нас в Москве в порядке все. Это очень важно. Очень важно, что действительно Москва требует другую помощь. Нам очень важно внимание, нам очень важно психологическая поддержка. Мы живем в большом городе, и иногда в большом городе люди могут чувствовать себя одиноко. И вот умение поддержать человека, поддержать человека пожилого возраста, пойти с ним на прогулку, посмотреть какой-то фильм, выпить чашку кофе или чая в наших чудесных кофейнях, это гораздо более ценно, потому что, поверьте, с точки зрения обеспечения вот такими базовыми функциями, город делает все. И даже для людей, у которых нет места жительства, есть много точек кормления, и там очень качественная еда, что важно в большом городе. Я просто почему вспомнил про еду? Вы сказали, что социальное волонтерство это такая вот больше, чем просто взять пакет и донести его пенсионеру, потому что там выстраиваются в социальные связи, и потом пенсионер ждет того же самого человека. Вот почему мне пришел вот этот пример, и хорошее у вас замечание, что действительно, наверное, волонтерство это чуть больше, чем просто взять и что-то сделать. Это такой образ жизни, когда ты понимаешь, что вот эту социальную функцию хочется встроить в свои рабочие будни, да, плотные, или там, не знаю, даже если пенсионеры, у нас же есть прекрасные пенсионеры, да, серебряные волонтеры, которые успевают столько, сколько не успевает молодежь. Поэтому, друзья, в общем, про волонтерство можно тоже говорить очень много и очень долго. И, кстати, вот люди, взрослые, серебряные волонтеры, они бывают супер бабушками и дедушками для наших детей, которые живут в наших социальных домах, у которых, возможно, нету своего бабушки и дедушки. А бабушка и дедушка, мне кажется, это то, что обеспечивает большое тепло и большую поддержку для каждого человека. Так, у меня уже мурашки, знаете, от нашего эфира. Я уже не знаю, к чему мы с вами движемся. Я думаю, что мы сумели убедить тех, кто еще вдруг не подал заявку на конкурс, сделать это в моменте. И уж если не сегодня, то завтра, да, там собраться с мыслями, собрать вместе команду, понять, какой конкретно проект вы хотите подать и, соответственно, сделать правильный выбор, зайти на сайт, зарегистрироваться в личном кабинете и отправить все нужные документы. Мне остается только у вас спросить последний вопрос. Да даже не вопрос, наверное, это все-таки такая мотивация чуть-чуть. Вот какое-то такое ваше пожелание потенциальным участникам конкурса? Что должно ими двигать для того, чтобы изыскать время, изыскать возможности, изыскать ресурсы, но все-таки добраться до того, чтобы отправить заявку? Мне кажется, в целом НКО движет доброта и желание сделать мир чуть лучше. И это главная мотивация, чтобы написать проект, получить финансирование и иметь понятную прозрачную программу и финансовую поддержку, чтобы реализовывать свою мечту, свою цель, помогать людям и делать мир лучше. Иван, ваше мнение? Я вот обращусь именно к руководителям НКО, к директорам, так может быть, более строго. Дело в том, что мы всегда должны помнить о том, что попытка наша привлечь те или иные ресурсы для работы организации, для адресной помощи людям, для реализации инфраструктурных проектов, неважно, чем занимается ваше НКО. Это ваша работа, это ваша обязанность, это ваша ответственность перед вашими подопечными. Я понимаю прекрасно, сам наступаю каждый раз на все те же грабли, на все те же проблемы. Вот поверьте, вот любое слово возражения, которое у вас сейчас перед экраном может возникнуть, оно ко мне применимо, совсем с этим сам сталкиваюсь. но давайте помнить о том, что мы это делаем не ради себя, не ради департамента, а ради наших подопечных. Поэтому давайте делаем это хорошо и вовремя. Спасибо вам большое, друзья, что рассказали о такой возможности, как конкурс «Добрый город», «Москва, добрый город». Мне остается только пожелать нашим зрителям из числа некоммерческих организаций не терять времени действительно пользоваться теми инструментами, теми ресурсами, которые дает Москва для того, чтобы сделать жизнь людей вокруг не просто лучше, а действительно, может быть, кому-то разнообразить эти самые скучные будни, эту рутину, кого-то действительно спасти, потому что мы понимаем, что вот, что называется, многообразие целей и задач у НКО можно перечислять бесконечно. Главное, что вы действительно делаете качественные результаты, которые влияют на жизнь всех людей, в принципе. Спасибо, что смотрели наш эфир. Удачи вам в конкурсе. Редактор субтитров А.Семкин